так ребята всем привет меня зовут сергей я из команды игры space power и сегодня я вам покажу еще одно видео прошлый раз мы показывали вам видео как построить совсем маленькую базу начального уровня сегодня мы покажем как сделать базу уже среднего уровня и такую ситуацию разыграем что вы купили не стартер пак в этот раз а премиум пак если мы сюда перейдем и увидим у нас есть стартер пак тут всего 5 нфтшек своими шансами и у нас есть премиум пак он стоит дороже мы уже говорили в дискорде писали что эти проценты у нас будут пересчитаны в лучшую сторону я думаю везде и особенно на премиум паке чтобы было интереснее его покупать и играть и уже премиум пак содержит 12 рандомных нфтшек мы видим это два команд-центра радар ангар power станция жилой модуль 4 астронавта и два космических корабля тут есть такая маленькая карта можно посмотреть значит давайте мы уже добавили мы уже открыли премиум паке у нас соответственно с этими процентами выпалены в тачке сейчас вам покажу они у нас уже здесь добавлены в игру то есть этот ингейм это уже у нас в игре здесь у нас еще на кошельке этот тестовый кошелек пока что сюда мы не лучше не смотрите смотрим сразу сюда значит у нас есть два командных центра это командный центр анкамон и рейр то есть второго уровня и третьего уровня первого уровня жилой модуль второго уровня ангар радар нам будем считать что нам очень повезло и у нас выпал радар четвертого уровня вот он и нас будет открыто уже четыре планеты то есть если вы помните предыдущую игру вам показывали там под каждым радаром определенные планеты открывается собственно если у вас радар 4 уровня вы можете летать на 4 планеты и еще дополнительной миссии у вас будут значит дальше у нас power станция рейр у нас хороший космический корабль у нас дальше 1 космический корабль комонка у нас два астронавта комонки один он комон и у нас epic астронавт астронавт 4 уровня вот такой у нас набор окей значит переходим нас ведь это все по нулям пока что ничего нет но абсолютно здесь ну кроме supply просыпали будем потом говорить отдельно пока что альфа версия игры она будет у нас стартовать и supply здесь не будет учитываться потом мы будем это постепенно вводить экономику сейчас пока нас упала не смотрим и так значит видим никаких миссий у нас нет нету в доступе тут когда миссия появляется мы будем видеть такую штучку дополнительно выделено означает что на планету можно нажать но сейчас мы нажимаем ничего не происходит то есть никаких кораблей у нас ничего нету снаряженного идем на вашу базу так я себе добавил уже galaxy pass конечно пускай здесь он будет значит будем про него потом говорить тоже отдельно значит окей начнем постройку идем в build facilities здесь видим все у нас по нулям нажимаем на модуль и так давайте поставим сначала он комонку командный центр мы видим что у нас добавилось что он дает на что нам дает два power можно два астронавтов доселить у нас он занимает дает 33 спота и занимает тут сразу один значит у нас вот один из трех командный центр построено и собственно мы все сейчас уже больше ничего я не вижу что еще можно здесь рассказать окей значит дальше нажимаем можем сразу видим построить на этих споты какие-то здания давайте построим сразу ангар мы построили ангар и у нас теперь уже занято два из двух power мы видим у нас появилось два корабля которые мы можем уже сюда добавлять на базу и что еще и у нас забрался один спот еще у нас один свободный спот есть хорошо построим что там видим что мы тут уже ничего не можем строить потому что у нас радар четвертого уровня я вижу он очень крутой и требует 4 энергии соответственно давайте можно построить либо еще один командный центр который даст нам 2 энергии то нам все равно не хватит или сразу можно построить станцию power но нам тоже не хватит надо строить и то и то судя по всему окей построим сначала командный центр видим что у нас уже добавилось power здесь у нас уже два командных центра из трех построено у нас уже добавились споты на которых можно строить дополнительно что еще мы видим что же добавить еще два места под под астронавта окей что еще можно построить сейчас мы можем подстроить жилой модуль да там и видим что нас еще одна энергия осталась давайте радар мы построить до сих пор не можем там не хватает энергии значит построим станцию станция у нас стала третьего уровня добавилась энергия и мы уже можем можем уже ставить радар то есть мы можем тоже демонтировать демонтировать все с этой стороны давайте попробуем что демонтируем радар и возвращается назад окей поставим радар новом месте хорошо радар мы поставили у нас 4 планеты сейчас есть дальше что мы делаем переходим назад на базу давайте попробуем здесь сначала добавить наших астронавтов посмотрим что у нас тут есть окей значит у нас есть четыре астронавта сразу делаем уол туда не будем разбираться возвращаемся на базу идем на корабли пулем туда два наших корабля которые у нас есть возвращаемся на базу и мы видим что у нас есть четыре астронавта с 5 у нас два корабля с двух уже в ангаре стоят собственно все замечательно еще у нас даже есть свободное место под командный центр и у нас есть еще одно свободное место под модуль у нас нет уже энергии собственно надо что-то решать будет в будущем с энергией либо докупать станцию здесь либо командный центр будем потом решать значит окей заходим в equip spaceship и здесь мы снаряжаем наши корабли и так у нас корабль комонка тут один астронавт садим туда одного астронавта отправляем отлично выбираем к эпик космический корабль четвертого уровня так у нас только четыре человека давайте очень видит посадим сюда пускай они здесь находятся хорошо дальше возвращаемся на базу и идем собственно сразу в мишен контроль посмотрим что у нас там происходит в галактике окей значит мы видим что у нас здесь появились миссии так какие миссии у нас есть миссии майнинг на планетах у нас четыре планеты у нас четыре майнинг миссии 4x миссии у нас есть миссия он и find object inquartor грубо говоря дополнительные бонус миссии они у вас будут здесь появляться если у вас четвертого уровня радара но с бы здесь дополнительно появляться и не вас будут появляться рэндом на здесь на на солнечной системе это сделано для того чтобы боты не работали чтобы осложнить жизнь ботоводам и собственно у нас будут появляться миссии в разных абсолютно местах будут дополнительные у нас потом объекты но космическая станция корабли которые можно будет летать эти бонусные миссии будут собственно приносить больше вам токена и больше шанс по нфтшкам будет там но надо будет их немножечко ловить в течение дня окей так давайте куда то полетим например на марс у нас видим здесь два корабля если не рэди полетим на марс так хорошо отправим один корабль на марс еще раз повторяю эти все пока данные они у нас тестовом режиме экономика пока здесь правильно не показывает поэтому это внимание можно не обращать пока что пока что мы показываем как работает сам алгоритм игры окей выбираем миссию майнинг миссию значит и отправляем корабль старт окей смотрим так что у нас получили мысу токена корабль залочился поскольку сейчас какое время окей 9 часов то есть получается у нас 12 часов будет разлок всех кораблей до разлока у нас осталось 253 так все это залочилось окей возвращаемся ну не хочу здесь опять пилять корабль посмотрим что там еще есть какие миссии ну отправим куда-то на венус ну в будущем можете смотреть какие миссии что приносят и собственно выбирать уже куда вам полететь пока что у нас тут в тестовом режиме стоят одинаковое значение отправим этот корабль тоже смотрим корабль залочился отлично так возвращаемся на миссинг контроль смотрим нас корабли залочены и собственно токен мы получили уже и получили бнфтшки если бы у нас добылись ну вот и все то есть возвращаемся потом через некоторое время и заново отправляем ваши свободные корабли можно конфигурировать можно расконфигурировать их если вы зайдете на базу и зайдете в build facilities вы тут уже не сможете удалить потом это все у нас будет показано подсказками вы не сможете удалить пока ваши корабли не разлучатся в меню миссий это сделано для того чтобы вы не смогли злоупотреблять нашей игрой и например там не переносить модули корабли на другие ваши аккаунты до того как здесь разложатся корабли только только корабли разлучатся вы сможете сразу же корабли выводить из системы там переносить на другие аккаунты и делать все что вам угодно но если вы отправили корабли на миссии то не корабли не модули получается вы с игры пока вывести не можете то есть она выведется когда у вас не будет задействовано в цепочке ни одно здание которое нужно для миссии и собственно когда корабли разлочится вы сможете вывести все вот надеюсь вы все поняли то что вам рассказал спасибо ребята за внимание еще будут видео у нас другие по стейкингу будем рассказывать нюансы по миссиям будем собирать еще какие-то другие миссии другие базы побольше делать какие-то крутые базы варианты спасибо за внимание всем и до новых встреч